Приветствуем всех болельщиков Фортекс Спорт Паттл! Сейчас вас ожидает противостояние двух популярных видеоблогеров! Алексей Столяров сразится с Артёмом Тарасовым! А мы с вами узнаем, насколько блогеры готовы к настоящей суровой зарубе! Ну что, друзья, заруба! Алексей Столяров против Артёма Тарасова! Это легендарное событие! Вокруг этой зарубы будет интерес, будет хайп! Тарасов и Столяров хотят хайпануть, хотят привлечь внимание толпы и, собственно, правильно делают! Но шоу и эмоции, и то состояние, в котором вы там будете находиться во время нашей зарубы, поверьте мне, оно того стоит! Будет интересно, будет крайне интересно, потому что, опять же, повторюсь, это не просто два спортсмена будут, это два медийных человека в сфере спорта! Поэтому будет жарко, я думаю, это самая хайповая заруба 2019 года! Сейчас я знаю, что я иду на чужую территорию, вот, и я знаю, что мне будет непросто! И все тренеры, которым я уже приходил в гости, они говорили, что Артём, ну, тебе придется попотеть, пострадать и... Ну, а что делать? Это тяжелый путь! Я вообще не понимаю, почему это нытье присуще, почему Тарасов начинает ныть в своем интервью, что он идет на мою сторону, тут и Фитстарс что-то говорят, что он молодец, красавец, что он кинул мне вызов на моей же территории, но я что-то не понимаю, у нас что, бойцы что, никогда не тренируются функциональным тренингом, или мы позвали Тарасова в лифтинг? В формате «Вортекс» у любого атлета есть шансы против любого! Все, опять же, решит подготовка! Кто будет мне помогать в подготовке? Ну, конечно, вся моя команда Road to the Dream, все мы будем меня готовить, ну, и еще самый главный человек, это будет главный тренер? Интересный человек, интересный! В подготовке к этому мне будет помогать команда Фитстарс и другие разные кроссфитеры. Я, как бы, прогнозов не могу никаких сейчас давать, но я уверен, что будет интересно и будет прям шумно! Надеюсь, я буду стараться и, самое главное, мы покажем красивое и достойное шоу! Покажем красивый поединок! Я буду готовиться, в свою очередь, очень хорошо, хочу пожелать тебе удачи и, мне кажется, это будет интересно зарубить для наших подписчиков, для зрителей! Итак, встречайте! Из команды Road to the Dream популярный спортивный видеоблогер Алексей Столяров! Ну что ж, дорогие друзья, вот и дождались мы два популярнейших видеоблогера. Алексей Столяров и Артем Тарасов сейчас сражаются друг с другом. И первым на площадку выходит представитель команды Road to the Dream Алексей Столяров. Из клуба Fight Pro, чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо, поведитель российского турнира по рукопашному бою, популярный ММА-блогер Артем Тарасов в сопровождении популярного рэп-исполнителя Оби-Ван Каноби под трек «Брат за братом!» Артем Тарасов в сопровождении популярнейшего рэп-исполнителя Оби-Ван Каноби. Трек, под которым он выходил на свой крайний бой. Даю слово, буду рядом, чтоб не ждало нас пути, и я всегда иду за братом. Если трудность, то я не ищу причину, если брат идет вперед, я прикрываю ему спину «Брат за братом!» «Брат за братом!» Знаем, мама, все губим жизнь, с братаном прокурим стиль, за разборки нужен мир, рискует он, я рискую с ним. «Брат за брат» — это верность, все, что надо, бро, это мелочь. Мы пришли, чтобы сделать день, будем делать то, что надо делать, тапку в пол, кто стоит нас. Видим мы, что Алексей Столяров тоже поймал ритм. Едем бабу-бра, коленом руль покрутит стаб, мы не ждем ни чьей благодати. Порву всех, мол, брат, ради, все свои доли с пацанами, мы всегда будем пополами. Респект парням, мир всем близким, любовь в семье, смерть всем крысам. Если кэш не вижу, продолжать я не вижу смысла. Видишь со мною мою коду, так что мы готовы к бою, знаю, выйдем по-любому, когда братуха, бой со мною, е-бой. Даю слово, буду рядом, чтоб не сломалось пути, я всегда иду за братом. Если трудность, то я не ищу причины, если брат идет вперед, прикрываю ему спину. Брат за брат, брат за брат, брат за брат... Ну что ж, дорогие друзья, вот такое вот новое слово у нас. Шоу в полном смысле этого слова на арене World of Sport Battle. А сейчас два популярнейших блогера сразятся в самые, что ни на есть, нешуточные зарубе. А судить это противостояние я вызываю Ашота Сарксяна и Павла Бегетова. Парни на исходную, сегодня спортсменам предстоит становая тяга штанги весом 80 килограмм на 20 повторений. Отжимание на брусьях с дополнительным весом 10 килограмм на 15 повторений. Рывки гири 24 килограмма на 20, по 10 на каждую руку. Подтягивание с дополнительным весом 10 килограмм на 15 повторений. И забросы камня Атмоса 50 килограмм на ящик 20 повторений. Ответы, подойдите ко мне, пожмите друг другу руки. Пожелайте удачи. Встретили, вы готовы? Атлет готов? Атлет готов? Атлет готов? Судья! Судья! Три, два, один, старт! Ну что ж, и стартовали у нас зарубы. Двух популярных блогеров. Алексей Столяров и Артем Тарасов. Сумасшедший танк сразу берет Артем. А ко мне на комментаторской трибуне присоединяется Денис Лов. Человек, который готовил Артема Тарасова к этой зарубе. Друзья, всех приветствую. Но вот что я вижу. Что я вижу на первых секундах, может быть, сыграя свою шутку с Артемом Тарасовым. Как и в тренировочном процессе, он не может выбрать правильный темп. Но возможно, что за этот период он настолько подготовился, что выдержит в таком темпе до конца зарубы. Будем надеяться на лучшее. Алексей отличается яичной техникой. Гораздо техничнее делает. Все спокойнее. Более размеренно. Видно, что данная нагрузка для него не нова. Видимо, да, что вырывается Алексей Столяров вперед. Плюс четыре. Плюс пять. Сейчас он везет Артему Тарасову на рывке гири. Парни как заведенные работают. Мне вот интересно, им хватит вообще такого духа эту программу проскочить? Очень, мне кажется, сильно они разогнались. Но если Артем немножко знаком, да, с нашей ареной, то для Алексея Столярова это дебют, это вызов для него. Ему смотрят, как он его преодолевает. Знаю, что он готовился. Готовился очень жестко. В своей команде Road to the Dream готовился под руководством известного спортсмена Александра Хохлова. А Артем Тарасов готовился вместе с Фидстарс. Готовился с Денисом Вовком, с Александром Каправовым. Но звезды у нас сегодня на арене и поддержка у них не менее звездная. И Артем начинает подтягивание. Ну, на самом деле, Алексей Новичок на данных соревнованиях, но гораздо все делает техничнее. И видно, что ему, еще раз повторюсь, нагрузка более знакома. И Артем Тарасов загоняет своего оппонента. Смотрим мы, что плюс шесть пока на подтягиваниях. Для Артема Тарасова сейчас это станет камнем преткновения по ходу. Очень плохо он начал. Всего два подтягивания. Вот, судья как раз указал на ошибку Алексея Столярова. Неполное выпрямление в локтевом составе. Вот, а Артема, как и в тренировочном процессе, это слабое место. Если он проскочит подтягивание, то, конечно, будет концовка у нас ожесточенная. Ну что, посмотрим дальше. Шумно, шумно, как и ожидалось у нас в зале. Я думаю, что шум будет небывалый после этой зарубы. Алексею Столярову все, подтягивания он завершил. И сейчас камень Атласа на тумбу. Последнее упражнение для Алексея Столярова. 50 килограмм. А Тарасову еще пять подтягиваний. Поддержали, поддержали ответом! Вопрос, знакомый Алексей с камнем. Это достаточно коварное упражнение, которое, как говорил Александр Коправов, с каждым повтором из себя будет пить силы. А с Тарасову у нас остается всего три подтягивания. Еще, еще, еще! Потом подышите! Это первый у нас лопища Алексея Столярова в подъеме камня Атласа. Такой, если ты с этим оборудованием не работаешь на постоянной основе, то, как правило, у тебя появляются проблемы в нем. Вот что мы и видим. Ну что ж, на финише нас ждет борьба. Борьба, которая, может быть, даже и не ожидалась. Посмотрим, как сейчас боец будет бороться с камнем Атласа 50 килограмм. По голову так все работают оба бойца! Но я, честно говоря, боюсь за спортсменов. Вот переживаю, потому что очень они не разогнались. Дайте поддержку! Давайте, парни! Это вот не в комплексе, ребята. На пять упражнений нужно так гнать. Столярова уже пятая. Сумасшедшая заруба. Получается у нас... Еще, еще, еще! Финишная, прямая! 6-2 идет Алексей. 6-3. Рот, ту-зэ-дрифон, он в составе скандирует Леха, Леха. Сумасшедшая! А правая часть зала, где Фитстарс, где фанаты Тарасова скандирует Тема-Тема. Ну, на самом деле, парни молодцы. Они вышли в такую историю, которая, как бы, им обоим некомфортно. И они сейчас бьются и борются. Ну, вот, Артем, честно говоря, меня удивляет. И поднимает камень более уверенно. Если сейчас до конца не подсядет, то... Я думаю, будет разделять вообще парней одно-два повторения. Да, ребята, это самый пресловутый атлас. Только здесь мы его не держим, здесь мы его закатываем. И считать его очень просто. Закатил, не закатил. 10-9. 10-10. Еще немного. Сумасшедшая. 10-10. Какая заруба получилась у Столярова с Тарасовым, дорогие друзья? Битва, битва! Лехи остается всего три. Артему четыре. Еще немного, еще немного. Собирается силами Алексей Столяров. И последний повтор ему. 14-13, дорогие друзья. 14-14. 14-14. 14-14. И Алексей Столяров. А, подождите. 20 забросов немножко. Извиняюсь, ваша шкаринтатор. Вот это нокау, вот это эмоции. Подгоняет Тарасов. Боже мой. Вот он окаменялся. Последний повтор Артему Тарасову. И он выигрывает. Выигрывает за руку. Сумасшедший дом начинается на площадке. Такого никто не ожидал. Алексей Столяров зарубился с Артемом Тарасовым. Программу они вытащили на жеребьевке. И по этой программе Артем Тарасов оказался сильнее. Это даже сложно комментировать то, что сейчас было. Прошу всех людей, кто не участвовал в зарубе, покинут площадку. Атлетам занять свое место. Артем, Алексей, займите свои места. Артем, из последних сил надо потерпеть. Друзья, вы сами все видели. На последних секундах Артем Тарасов вырвал победу Алексея Столярова. Артем, можно тебя? Артем, можно тебя? Очень мощная поддержка. Очень мощно все было. Артем, они боролись до самого конца. Артем, бой! Артем, бой! Следите за нашими новостями. Подписывайтесь на наш канал. занимайтесь спортом в виде здорового образа жизни и не сдавайтесь всем спасибо до новых встреч алексей держи водичку мы поздравляем а как ощущение как тебе на борт экспорт баттл как тебе заруба с артёмом ну удивил артём большой молодец подготовился видно не знаю как но я пытался вырваться в начале в самом то сделал ну на пределе своих возможностей я очень был хорошо готов каким-то образом он шел постоянно сзади меня и на мяче где я собрал ну почти все ошибки которые только можно но у меня не было момента чтобы я мог тренировать такой большой мяч мы тренировались на маленьких поэтому очень много ошибок собрал очень по непонятным причинам не мог этот мяч поднять и вот в конце все решила у меня оставалось два раза у него он выполнил он большой молодец потому что конечно это него специфика это что он сделал это очень это очень круто но мы старались мы бились это первый мой опыт такой надеюсь следующий раз будет лучше тут был жребий слепой готовились но было круто было круто есть поражение надо принять мы на самом деле сами не ожидали такого поворота событий от артёма символе и как он нагнал тебя удивительно было что артём прям нагнал меня то ли психологически он лучше настроился чем я меня уже но злую шутку сыграл тот момент что все там говорили лёха победит лёха уже победил и конечно это тоже дает некий расслабление а человек который вообще никто не рассчитывал он просто принял азверин и хорошо выполнил этот комплекс были бы упражнения конечно и выходы силы и все остальное был бы может быть выигрыши на моей стране но опять же это был слепой жребий вытягивали существенно вортекс молодцы красавцы спасибо тебе большое за участие приезжай к нам еще захочешь ли ты вообще кстати реванша реванш да скорее всего потому что было круто шел на пределе своих возможностей до в конце поберег силы что-то я не знаю мне что-то казалось что он отстает от меня и я берег силы хотел в конце прям ускориться но вот это вот непонимание все орут я даже не слышал своего тренера что он не говорит глубже мяч брать братьев больше тактический правильный я не мог ведь артём все силы отдал ему даже скоро вызвали я стою даю интервью видимо человек очень хотел он выиграл сегодня выиграл тот кто больше хотел все что могу сказать но у него мощнейшая группа поддержки мне кажется вот она ему помогла очень бурге сегодня была шутка такая три канала против нас то есть это труджим фитстарс и тарасова да они против нас почему-то потому что видимо чувствую себя слабей поэтому объединяются и как бы топят против одного ничего не хочу сказать здесь мне нравится комфортное преимущество потому что когда-то один это круто просто есть поражение есть победы все круто настроение нормально ну естественно если победил бы было бы гораздо лучше но опять же ни в коем случае не расстраиваюсь потому что заруба была реально упорная мощная то есть реально есть поставить какого-то готового тоже спортсмена я думаю он тоже бы очень здорово продышался не знаю как тарасов сделал 15 подтягиваний с цепью меня это тоже большая загадка просто я не понимаю до сих пор но он это сделал на видео тоже посмотрим как это все выполнялось потому что мне очень много подходов отменили становая тяга что раз 4 мне не засчитанные было подтягивания раза три четыре мне тоже засчитано не было посмотрим все посмотрим по технике опять же комментарии будут все будет и конечно же опять же тем еще поздравить там что это был реально уровень ну то есть реально человек подготовился реально но не ожидал я такого что человек будет со мной идти вровень на протяжении всех упражнений а в конце еще я то есть я думаю со Он к мячу подойдет, и все. И на этом все будет конец. Я спокойно буду делать. Но идет, то было, я видел, что мяч прям залетает. Все. Скажу, что я хочу сказать, огромное спасибо Артему. И World of Sport Battle было классно. Мы ждем тебя и поздравляем, на самом деле. Ты большой молодец. Ты это, ну, пускай будет для тебя маленькая победка все равно. Артем, держи водичку. Блин, что ты принял? Рассказывай. На самом деле, я сам не ожидал от тебя такого, потому что мячи я делал второй раз в жизни. Но я их прям взял, и чувствую, это мое. Было тяжело, но и наборство учит всегда дышать, всегда терпеть. Самое главное, когда я приходил к тренеру на тренировку, он говорил, сейчас будет тяжело. Я говорю, делай со мной все, что угодно. Терпеть я умею точно. И я сразу же сказал тренеру, чтобы он вообще не переживал. Я в любом случае выигрываю. Я говорил об этом каждый день. Каждый день ему, каждый день всем. И вот это, как говорится, космос притянуло эту победу. Кто в нее больше верил? Сегодня мне, да, чуть-чуть повезло, но везет сильнейшим. Леша тоже большой молодец. Многие упражнения у меня обходил. Некоторые упражнения я боялся. Это подтягивания, допустим. Вот, в принципе, становая тяга. Ну, мне все упражнения, если честно, были неудобные. Но хейтеры, которые не верили в меня, их было 100%. Я могу сказать, тренируйтесь больше, меньше разговаривайте. Больше делайте дело. Мы сегодня с Лешей сделали крутую зарубу, сделали ее для вас. Мы уважаем вас, вы уважаете нас. Мы, на самом деле, ты всех нас очень сильно удивил. Мы вообще не ожидали никто. У тебя мощнейшая группа поддержки. Вообще целый зал просто нереальной эмоции. Нереальная атмосфера вообще создалась. Именно, наверное, твоей командой. Моя девушка всегда тоже говорит, что я всегда удивляю. Пусть она говорит так и дальше, ладно? Все, всем пока. Мы поздравляем тебя. Спасибо. Давай мне пять. Красавчик, приходи еще и побеждай. Только так. Субтитры создавал DimaTorzok